ну что уже достаточно людей я рад вас всех видеть сегодня мне подкинули тему по поводу страдания с утра вот и хотел я с вами это обсудить еще раз эта тема интересная думаю все так или иначе страдают по поводу и без вот поэтому хотел бы вам помочь что ли меньше страдать выйти за пределы страдания после того как стал вегетарианцем жизнь качественно улучшилась нет это влияет только на состояние тела и все на качество жизни но чуть-чуть может быть в целом качество жизни не с этим связано это только такой небольшой фрагментик ну давайте вопросы потом сейчас я хочу раскрыть тему давайте сначала разберемся в самом понятии страдания до страдания какие первые у вас ассоциации возникают с этим словом давайте чтобы мы в терминах с вами были сонастроены до страдания вот что конкретно вашей жизни возможно вы называете этим словом что такое страдание для вас напишите пожалуйста просто просто интересно видно меня я надеюсь до депрессии депрессии любой дискомфорт угнетенность не то что хочется ожидается вопрос пропустила и что для тебя страдание что ты вкладываешь в этот термин чтобы мы сонастроились в этих терминах не получается то что хочется не того что хочется нет того что хочется ну хорошо давайте я вам подскажу еще так ну а когда начинается страдание вы же это как-то переживаете да то есть это как-то переживается да наверное это как-то связано действительно с болью с дискомфортом да то есть какой-то дискомфорт какая-то болезненность обычно люди называют страданием это различные формы дискомфорта боли в разной степени то есть существуют какие-то дискомфорты и боль боль не обязательно физическая может эмоциональная боль быть от депрессии это очень часто эмоциональное же состояние такое подавленное когда человек пребывает в этом эмоциональном подавленном состоянии он это переживает тоже как некий дискомфорт болезненность истощенность то есть очень часто просто я общаюсь с людьми вижу что люди все-таки страданием словом страдания называют какие-то разные формы эмоциональных и физических неприятных ощущений эмоциональных и физических неприятных ощущений жизнь как-то очень неприятно переживается ну почему это второй вопрос мы поговорим об этом чуть позже да как бы но в целом страданием называется то что человек себя плохо чувствует да он находится в плохом состоянии или у него что-то болит что-то болезненность какая-то психологическая боль или какой-то физический до физическая боль то есть какие-то физические проблемы там здоровье со здоровьем какие-то проблемы да то есть телом что-то вот это вот в целом люди называют страданием давайте сейчас еще вот посмотрим так возможно ли сделать так возможно ли сделать так чтобы вот этого дискомфорта вот этой болезненности вообще не было в жизни давайте разберемся с этим вопросом то есть возможно ли сделать так чтобы вообще не было боли чтобы вообще мы не испытывали какие-то дискомфортные состояния чтобы мы не испытывали какие-то эмоциональные падения да ну вот можно ли сделать так потому что многие люди но считают что можно то есть очень часто мы видим за целями многих людей за мечтами что вот я все-таки хочу прийти к какой-то точке где я верю я верю что существует возможность выйти в некое такое состояние где не будет больше подавленных состояний вот не будет боли все будет хорошо вот будет все я буду обеспечен моя жизнь будет на таком уровне находиться где просто у меня не будет вот этих болезненных переживаний назовем это болезненные переживания они могут быть разного характера но вот болезненные переживания теперь к вам следующий вопрос вот посмотрите пожалуйста на ваши мотивации просто вот сейчас как бы сами собой побудьте немножко да и посмотрите честно искренне на те мотивации которые ваш вами сейчас движут нет ли случайно случайно нет ли там мотивации прийти к такому состоянию где вообще не будет болезненных переживаний посмотрите на это честно искренне мы с одной стороны к с вами сейчас пришли к тому что ну судя по всему опыту до человечества судя по вашему наверное опыту наверное вот у вас не получилось за жизнь так чтобы вообще не было да вот этих болезненных переживаний болезненных состояний наверное не было такого чтобы вы все таки вот очень долго 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 пребывали в таком состоянии где нету болезненных переживаний ну вот обернитесь просто вспомните было ли такое чтобы вот вообще все было идеально хорошо и что вы не переживали и не было каких-то дискомфортов не было боли вспомните было ли вот на траке времени этой жизни вот возможно у кого-то получилось вот очень длительный период находиться только в приятных только в безболезненных только в радостных состояниях или все-таки это были только короткие периоды посмотрите на это посмотрите потому что очень часто я почему обращаю ваше внимание на это да мы сегодня говорим о страдании для тех кто только присоединился да и очень многие люди понимают что страдание это некий дискомфорт и некая болезненность да и стремятся к тому чтобы ну это наверное какое-то естественное побуждение устремления до к тому чтобы этого дискомфорта было меньше бой боли было меньше и почему-то люди стремятся вот в такую точку где они верят верят что можно достичь каких-то таких условий где-то страдание пройдет то есть вот эта болезненность это некая болезненность эти подавленные состояния какие-то переживания эмоционального характера дискомфорты они исчезнуть исчезнут из жизни да то есть есть вот такая вот уверенность теперь посмотрите на свой прошлый опыт и посмотрите было ли там такое было ли там такое фактически то есть в этой жизни было ли у вас такое что вы очень долго может быть в течение года пребывали в каком-то таком очень приятном очень положительном состоянии и вот все было хорошо и вы не испытывали дискомфортов не испытывали боли было ли такое если у кого-то было напишите плюсики вот так все кто это давай до свидания если у кого-то было то есть я хочу разобраться вы знаете мы вместе с вами разбираемся сейчас фактах немножко уходим из плоскости домыслов до каких-то в детстве только не помню чтобы было мне плохо но в детстве ты обычно вообще все детство можешь не помнить в детстве были тоже эти периоды когда ты ударял ножку или падал и тебе опять было больно или мама кричала или папа тебе по попе бил все это было там не совсем долго да то есть было но не совсем долго до постоянно стрессы возврат в ресурсное состояние быстро какие еще варианты у нас есть ну то есть вот посмотрите в память вспомните там что у вас было раньше было ли длительное длительное такое идеальное под позитивное состояние из особых болезненности дискомфортов если она вообще существует ли она в вашей жизни как таковое то есть присущи ли она вообще была этой жизни сейчас такой но сейчас это кратковременно может быть я говорю вообще в целом ну короче говоря смысл в чем смысл в том что я вас пытаюсь увести от некой иллюзорности до от некой мечтательности от некой идеализации да вот по этому поводу что я могу все-таки достичь полный какой-то вот такой идеи да где у меня будет только приятные состояния себя только буду хорошо чувствовать все будет будет только положительно я буду жить именно так как я хочу у меня будут деньги да и вот с помощью денег с помощью каких-то супер технологии с помощью каких-то секретных секретов я все-таки попаду в некий в некое такое ресурсное состояние да и в этом ресурсном состоянии я буду прибывать 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 и буду счастливый и вот это и будет отсутствием страданий то есть вот у многих людей есть такая идея до ведущая очень такая глубокая идея и такой глубокой глубокий мотиватор google глубокая такая мотивация вот они да вот искренне верят что это реально но если посмотреть на весь их прожитый опыт и вот честно себе признаться вот если особенно хорошая памятью человека да если он хорошо запоминает нашел памяти есть такая тенденция помнить только хорошие моменты а плохие забывать знаете то есть но это такой может быть защитный механизм психологические у памяти что люди склонны помнить хорошие только вот плохое забывать быстро вот и получается что да вот люди стремятся в некое место где вообще не будет дискомфортности болезненности да все будет хорошо все будет замечательно но вот если мы посмотрим до среди тех кто даже находится сейчас перископ трансляции поспрашиваем о фактическом вот а фактической истории до чтобы вы пребывали в этом состоянии в течение этой жизни долго например в течение года то к сожалению правда заключается в том что такого не бывает такого не бывает и вся жизнь всех людей которые здесь присутствует показывает что уйти от дискомфортов и от боли но физически не нет возможности физически нет возможности они присущи природе этого тела природе этой жизни нет не бывает посмотри посмотри на свою жизнь обернись честно сама себе признайся посмотри как ты жила и ты увидишь что это всего лишь периоды небольшие короткие периоды в твоей жизни поэтому наверное вот знаете как можно конечно страдание называть то есть ассоциировать страдание с болью даст с боли с дискомфортностью с какими-то негативными эмоциями негативными эмоциональными состояниями то есть можно в принципе смотреть на страдание таким образом как и смотрит большинство людей что страдание это определенная часть жизни со знаком минус да то есть есть некий знак минус но было все прекрасно ну она же была понимаешь и она же ушло ты же говоришь прошедшем времени было все прекрасно вот тут и я еще раз обращаю внимание что память очень хитрая вещь она смазывает немножко как бы негатив вот и усиливает позитив это я по своему опыту скажу вот вот так такая история теперь я вам предлагаю другую вещь теперь я вам предлагаю немножко иначе на это взглянуть да давайте посмотрим таким образом давайте признаем тот факт что периоды дискомфорта периоды того что мы попадаем в негативные эмоциональные состояния и периоды болезненности они фактически присутствуют в этой жизни и они ей присущи давайте мы с вами вот как как бы придем какому-то общему знаменателю к согласию до что дискомфорты существуют они существуют в жизни каждого человека негативные эмоции существуют они присутствуют так или иначе в жизни разных людей боль существует боль существует вы иногда можете удариться иногда можете порезаться иногда можете не знаю там как-то ну вот причинить себе физическую боль да и также вы можете испытывать психологическую боль это тоже существует то есть есть тихо ли психологическая боль например вас кто-то пытается подавить и обидеть но не физически а каким-то другим образом словесно как-то вот эмоционального задавить да и вы начинаете испытывать некую другую боль да вот какую-то внутреннюю внутреннюю боль не связанную с физическими повреждениями да то есть такая болезненность тоже существует вот эти все вещи они есть они есть и они присущи этой жизни мы с вами должны сейчас прийти к общему знаменателю согласиться что это так и если вы посмотрите на жизни всех людей всех людей так или иначе эти вещи присутствуют да они присутствуют в нашей жизни и если вы будете честны сами собой вы увидите что они также присущи вам вот и они периодически появляются и они просто есть они просто есть вот зачем я долго кручу это все да вот многие сейчас могут смотреть меня и думать блин ну давай дальше уже дачу ты крутишь я кручу кручу для того чтобы вы поняли что это есть и так как она была есть то она дальше будет она дальше будет понимаете она будет в той или иной степени будет будут негативные эмоции и дальше будут дискомфорты и дальше и будут болезненные состояния и дальше ну так как они были всю жизнь да нет никаких фактов которые подтверждают что почему-то их не не должно стать потом да вот этих всех вещей то что мы называем обычно негатив да мы исходим из фактов да не надо ни во что верить я вот призываю вас к чистой разумности к анализу такому банальному да то есть они будут продолжаться вам важно понять как бы вы ни жили да сколько бы вы денег не зарабатывали негативные эмоции негативные переживания болезненности дискомфорты будут все равно присутствовать вашей жизни в той или иной степени мы пришли к согласию здесь с вами если да если вы понимаете о чем я говорю напишите да да напишите да сейчас в чате что раз были эти негативные эмоции дискомфорты и перед периоды боли то нет никаких факторов на которые мы можем разумно опереться и просто предположить что их дальше не будет да то есть смотрите мы сейчас пришли что это было это есть и это кто в той или иной степени будет но будет она будет да поэтому сейчас мы можем перейти ко второй части ко второй части этой перископ трансляции так как же нам выйти за пределы страдания да ну вот как выйти за пределы страдания если дискомфорт и негативные эмоции и боль так или иначе свойственно этой жизни будут продолжаться как нам можно выйти за пределы страдания почему существуют люди которые очень счастливы несмотря на все это они счастливы они живут счастлива что вот что с этими людьми да они живут наполнено часто свободно творческие и живут действительно в неком друг ну пребывает в неком другом состоянии что ли да многие из вас могут подумать что они освободились от боли освободились от дискомфортов освободились от негативных эмоций это частая идеализация до что у этих ребят получилось как-то пребывать только в позитиве до выйти за пределы болезненности и дискомфортов но мы уже определили что это невозможно да как бы они они на самом деле испытывают все то же самое что и вы испытываете только наверное у них что-то другое у них есть что-то другое да да нога все то же самое у тебя будет никуда ты не убежишь от боли и дискомфортов от негативных переживаний никуда ты не убери не убежишь то что я был и в таиланде я был и на боли там все то же самое только немножко по-другому это я все проходил там свои неприятности могут быть там свои негативные переживания могут быть вот и так далее то есть мы с вами пришли к тому что выход за пределы страдания это что-то другое на что это вот как вы думаете что это что это такое что такое выход за пределы страданий и что такое действительно быть по-настоящему счастливым человеком деньги понижают чистоту неприятностей страданий знаешь я состоятельный человек я состоятельный человек очень состоятельный ну в достаточной степени скажем так это неправда то что ты говоришь это неправда деньги могут помочь могут помочь в том чтобы создать некие комфортные условия это бесспорный момент конечно но страдание это нечто другое то есть от страданий они не уберегают и не гарантируют богатые тоже плачут помните да этот сериал что у нас богатые тоже плачут просто принять факт существования страдания негатива и не фокусироваться на них перечислишь денег немного нет не перечислить потому что это средство обмена тебе их надо зарабатывать выносят ценностью жизнь еще какие-то версии так как как нам выйти за пределы страданий это ребят жить в любви я что такое любовь забыть негатив не получится у тебя потому что он будет повторяться это действительно правда жить в любви но что такое любовь что такое любовь хорошо давай давайте я буду тогда двигаться дальше потому что многие все равно не понимают о чем идет речь надо курнуть и все пройдет ну знаешь на какое-то время пройдет но я курил я тебе скажу так что у меня был период в жизни когда были наркотики это закончилось очень плохо невероятно большим страданием чем было до того как я их начал принимать я убил свое здоровье и там много было других последствий стало намного хуже поэтому наркотики это не выход понимаешь алкоголь не выход никотин не выход да все это как бы не является выходом это отсрочки это отсрочки попытки убежать от боли от дискомфортов от негативных состояний но с последующим усилением этих всех состояний негативных вот такова правда то есть я я через это проходил если вы думаете я не пробовал убежать от страданий таким образом вы ошибаетесь я сию чашу и спил вот короче говоря смысл в чем что рано или поздно с некоторыми людьми случается ясное понимание и осознание что они не могут они физически не могут убежать от того что они называют страданием то есть они не могут убежать от болезней от старости от немощи да как бы от боли от дискомфортов от этого невозможно убежать такой возможности не существует то есть они через свой опыт это много много было попыток много было экспериментов они видят что от негативных эмоций от болезненности дискомфортов убежать невозможно и еще они видят один очень важный фактор что чем сильнее они пытаются убежать от них тем больше их становится понимаете то есть вот то что называется мудрость приобретается постепенно мудрость то есть постепенно люди видят что если есть чем-то интенсивно начинаю бороться если отрицаю какие-то вот эти вот вещи да и посвящаю свою жизнь тому чтобы побороть это все да вот как-то справиться с этим уже окончательно решить эту проблему с этими дискомфортами негативными состояниями болезненностями то в конечном итоге я терплю полное поражение в этом просто некоторые люди сейчас могут не согласиться это признак того что они еще не ну как бы находятся в процессе то есть они еще верят что это можно все таки сделать но они еще не пришли к такой точке где они уже через свой опыт четко увидели что ну невозможно невозможно я уже столько вот всего делал до деньги я заработал много денег да там не знаю бизнес я свой построил семья у меня есть там на боли там на всех этих островах я уже был путешествовал да вот все что называется счастьем я уже попробовал но это меня ни в коем случае как бы не не вывел за пределы наличие болезненных состояний негативных эмоций и дискомфортов то есть вот ну для мне не верить не надо просто многие из вас мне не верят слушают меня не верят мне и будут продолжать все-таки искать это прибежище убежище вот где нет боли и где нет дискомфортов где все хорошо где все позитивно ребят продолжайте искать можете меня не слушать то есть это 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 хорошо если вы продолжаете искать это просто ваш собственный ну условно говоря духовный поиск вы пытаетесь ну вы еще зрите как бы вы пытаетесь это найти я уже нахожусь в состоянии когда уже понял что я это найти не могу и здесь случилось со мной со мной другая вещь которой я и хочу поделиться до случилась вещь которая называется здравый смысл аллилуйя да наконец-то я начал понимать наконец-то я начал понимать и выходить за пределы иллюзорности за пределы иллюзорности то есть я наконец-то понял что негативные эмоции дискомфорта и боль эта часть жизни с ними все в порядке они были есть и будут ну такова природа жизни до такого природа тела так мы устроены что мы испытываем полный спектр переживаний разные переживания и эти переживания условно нами делятся на негативные и позитивные это условное разделение но по сути если как бы посмотреть без вот этого разделения это просто разный опыт то есть это вот полный спектр ощущений которые мы можем переживать согласны да то есть есть не некий спектр ощущения от очень очень интенсивных болезненных до до очень приятных то есть есть у нас такая способность переживать разный опыт от очень болезненных от очень 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 неприятных состояний до до очень приятных до очень предположительных таких вот прям Ты весь такой радостный, прям окрылённый, вдохновлённый, переполненный, полной жопой. И вот здесь мы можем опять прийти к нашей шкале эмоций, эмоциональной шкала. И она тоже так и устроена. Вот что есть ноль, условный ноль. Ноль — это смерть. То есть ноль — это смерть. Чуть выше нуля — апатия. Это то, что люди называют полная депрессия, жопа. Когда ты уже в состоянии овоща практически. И вот если мы будем подниматься по этой шкалке, там мы достигнем тона 40 даже. Там очень высокие есть тона. Вот, например, по-моему, тон 20 на этой шкале эмоций — это блаженство бытия. Это очень высокое состояние эмоциональное. Но вам важно понять правду об эмоциях, что эмоции движутся. То есть эмоция — это вибрация. Это состояние колебаний вашей жизненной силы. И пока вы живы, пока вы являетесь живым существом, вы будете колебаться по этой шкале. Вы будете колебаться, у вас будут разные настроения. Нет, сначала нельзя. Будешь пересматривать в записи. Потому что уже давно идёт, и пересказывать смысла нет. Вот. То есть идут колебания жизненной силы. И вам важно понять, рано или поздно с вами это понимание случится, что вы переживаете разные эмоциональные состояния. Такова природа жизни. И вы будете иногда переживать очень неприятные эмоциональные состояния, очень болезненные. И иногда вы будете переживать очень приятные, очень высокие состояния. И так будет всегда. И такова природа жизни. То, что называется инь-янь. Да? Инь-янь. То есть есть определённые низкие диапазоны, есть определённые высокие состояния. Устремление только к высоким состояниям является ложной концепцией счастья. Потому что это нереализуемо в природе законов и в природе этого тела. Просто это нереализуемо. Вам важно это понять. То есть это не получится. Не получится. Понимаете? Просто не получится. И прекращением страдания, прекращением страдания является ваше понимание того факта, что этого никогда не получится. Приятие жизни такой, какая она есть. То есть изменение своего интеллектуального, мыслительного отношения, то есть вашего отношения, вашей системы ценностей к тому, что происходит. То есть в конечном итоге заканчивается, что называется такое, освобождение от страдания. Да? Нет, у меня не депрессия. У меня сегодня очень хорошее состояние. Просто я тебе объясняю. Вот, например, вчера было достаточно сложное состояние. Да? А сегодня хорошее состояние. И я постоянно вижу, я обращаю твое внимание на факты, что так всегда было и всегда будет. Понимаешь? Чем бы ты ни занималась, где бы ты ни жила, с кем бы ты ни общалась, что бы ты ни делала, там будут спады и подъемы. Всегда так было и всегда так будет. Такова природа жизни, которая выражена в этой мандале инь-янь. Вот в Китае написано, ты, наверное, видела такая черно-белая штучка. Жизнь, она состоит из плюса и минуса. И между этим плюсом и минусом возникает энергия жизни. Это очевидный факт. Это очевидный факт. Отлично. Тебе осталось просто понять это окончательно, тотально, окончательно и тотально, чтобы перестать надеяться на то, что у тебя будет только янская жизнь. Понимаешь? То есть тебе нужно отпустить саму эту идею, что у тебя получится достичь некоего идеального янского приятного благополучия и состояния, когда у тебя будет только легко, только приятно и только хорошо. Это, к сожалению, является иллюзией, которая движет огромным количеством людей. Они пытаются прийти в некую точку Б, где будет всё идеально, будет сплошное благополучие, сплошное изобилие и будут только позитивные, приятные янские состояния. Понимаешь? Это является очень часто тем, что создаёт страдание в настоящем. Понимаешь? Это вера вот в эту концепцию, что ты можешь достичь полностью благополучной жизни, когда ты можешь достичь полностью благополучной идеальной жизни, где не будет дискомфорта, боли и неприятных состояний и негативных эмоций, если ты веришь в это, то когда у тебя случается другое, фактически другое в твоей жизни, то есть фактически у тебя, например, сегодня плохое настроение, ну вот плохое, или у тебя боль, да, там, не знаю, не дай бог ты там ногу сломал или ещё что-то. Вот у тебя происходит то, что происходит. Это факт твоей жизни сейчас. Знаешь, ты переживаешь то, что ты переживаешь. И так или иначе мы видим, что у всех людей это бывает. Так или иначе. Так, опять мы в топ попали. Сейчас будем чистить красавчиков наших. То есть давайте теперь финализируем, да, финализируем. Я не вижу в вас позитива. Ну, давай так, а почему должен быть позитив? Почему должен быть позитив? Я же тебе объясняю, что жизнь это и позитив, и негатив одновременно. Да? Мы же вот долго разговаривали, и к чему мы пришли, что жизнь состоит и из негатива, и из позитива. Да? Есть минусы, есть плюсы. Да? Есть свет, есть тьма. Есть мужчины, есть женщины. Есть мужское и женское начало, да? Есть вверх, есть вниз. У тебя больше позитива? Ну, это тебе кажется только. Понимаешь? Потому что жизнь на самом деле стремится к равновесию. То есть этот мир так устроен, что он пытается уравновесить всё. И если ты стремишься к позитиву, ты более позитивная, то у тебя будут какие-то свои негативы, компенсирующие это. Понимаешь? Правда заключается в этом. Подлинный позитив заключается не в том, что ты такая вся позитивная, стремишься к хорошим состояниям, к положительным эмоциям, к тому, чтобы у тебя было всё только благополучно и хорошо. Подлинный позитив — это другая вещь. Это вот как раз понимание, что какой бы ни была жизнь сейчас, она такая, какая она есть, и с ней всё хорошо. Она может быть болезненной, дискомфортной. Она может быть приятной, радостной. И там, и там всё в порядке. И там, и там всё в порядке. Идёт как идёт. Понимаешь? Вот в этом ты можешь укорениться. И успокоиться, угомониться. То есть перестать мандалу раскачивать в сторону позитива, только позитива. Перестать привязываться к концепциям и к неким кускам жизни, которые ты называешь положительными, позитивными. Ты можешь перестать к ним привязываться. Перестать настаивать на том, что твоя жизнь должна быть только такой. Вот это возможно. Когда ты перестанешь раскачивать лодку, раскачивать маятник равновесных сил только в сторону позитива, только в сторону комфорта, только в сторону радости, то этот маятник, он перестанет колебаться очень сильно. Крайности в твоей жизни постепенно начнут уменьшаться. И ты придёшь постепенно к равновесию, к золотой середине. Где в этой золотой середине будет и плюс, и минус. Будет и плюс, и минус. Но он не будет столь интенсивный, как раньше. Понимаешь? То есть у тебя не будет очень позитивных, очень ярких таких вот эмоций и состояний. Но и, скажем так, соответственно, так же не будет очень негативных состояний. Понимаешь? То есть если у тебя очень позитивные состояния, очень позитивные, яркие состояния, например, человек принял наркотик, да? Принял наркотик, у него очень позитивное состояние. Но что потом? Наркотик отпускает, да? И потом начинается депрессия, да? То есть очень негативное состояние. Организм так был на таком взводе, да? Он был так возбуждён, что теперь ему нужно время, чтобы восстановиться. То есть он столько потратил ресурсов, чтобы справиться с этим токсином. Ну вот почему это перевозбуждение наступает в теле, да? Это же уже научно доказано от наркотика. Это организм просто реагирует на токсин в теле. Он вбрасывает огромное количество гормонов и веществ, чтобы вывести это из организма как можно быстрее. За счёт этого, как бы, ну естественно, тратится большой ресурс. То есть тело изнашивается от того, что человек принимает яды какие-то, чтобы достичь очень яркого состояния, позитивного какого-то. Это, естественно, стресс для тела огромный. Вот. И, соответственно, тело потом пытается освободиться от этого токсина. И это переходит в стадию пониженного тонуса, потом депрессии и так далее. Поэтому у этого позитива есть огромная цена, да? Это вот эта депрессия, этот негатив, усталость, изнемождённость, которая будет после. Вам важно понимать, да? Поэтому те люди, которые очень сильно стремятся к этим позитивным состояниям, они всегда получают в довес некие такие же по степени негативные состояния. И вот пока тебя болтает очень сильно, да, пока у тебя очень сильное вот это колебание в жизни, ты так стремишься к этому позитиву, ты так стремишься только к ярким переживаниям, к ярким состояниям жизни, что тебя, соответственно, природа жизни, мандала забрасывает в такие же негативные состояния, фрустрации, расстройства, депрессии, подавленные состояния. Понимаете? Поэтому рано или поздно через ваш жизненный опыт вы понимаете, через какое-то время, что чем сильнее вы и чем ярче горите, тем потом сильнее вас перебрасывает в депрессивные, подавленные, негативные состояния. Это необходимо, чтобы вы выжили. Вам важно понимать, что такова природа тела, так всё устроено, что если вы будете всё время гореть, всё время будете в одной стороне, вы умрёте просто. Понимаете? То есть ресурсы вашего тела не вынесут такой нагрузки. То есть вот эти слишком интенсивные переживания, яркие, позитивные, они требуют очень много ресурса от вашего тела. Вы очень активны, иначе говоря, да? То есть вы находитесь в постоянной какой-то активности и не даёте себе восстанавливаться. Поэтому тело в какой-то момент не будет вас спрашивать, хотите вы восстанавливаться или нет. И вы что начинаете? Болеть начинаете, да? Вы начинаете попадать в депрессии. Вы начинаете попадать в какие-то такие состояния, где ваше тело просто отключается. То есть оно так устроено, что если оно это не сделает, если вы не будете в этой депрессии, вы не восстановитесь. Если вы не будете в этом периоде негатива, который вы называете негатив, но это всего лишь ваше оценочное суждение, вы просто не восстановитесь и умрёте через какое-то время. Понимаете? Потому что чтобы вы не умерли, существуют такие механизмы внутри тела и в жизни, которые вас переводят в другую часть, чтобы вы восстановились в этом. И рано или поздно вы приходите к мудрости, к золотой середине, что не надо стремиться к ярким состояниям, не надо стремиться к какому-то мегапозитиву. Нужно пребывать в золотой середине, в гармонии, в балансе. И если вы будете жить в достаточности, в равновесии, то ваша жизнь будет проходить совершенно в другом качестве. Вы как бы не раскачиваете этот маятник, но этот маятник всё равно движется. Такова природа жизни. Всё равно будут колебания вверх-вниз, вверх-вниз. Просто они такие интенсивные. И вот это означает, что вы помудрели. Вы уже перестаёте бегать за этими всеми морковками сладкими, которые вам со всех сторон рекламируют, чтобы опять вогнать вас в это огромное колебание. Скучно, да, вот скучно. Вот кому-то скучно. Пока скучно, знаешь, пока у тебя есть здоровье, пока у тебя есть возможность колебать, ты будешь колебать. Но рано или поздно тебя это заколебает. Понимаешь, заколеблешься ты. Ты как бы почувствуешь, что ты стареешь, у тебя уже нету таких ресурсов, как бы нет возможности просто так колебаться. Понимаешь, такова природа. Рано или поздно ты приходишь к равновесию. Либо если ты не придёшь к этому равновесию, ты заболеешь и умрёшь. Что происходит со многими людьми? Они живут такой жизнью. Вот Володя Высоцкий, да, помните, какой жизнью жил человек? Горел, но очень рано умер, да, как бы рано умер от инфаркта. Тело не вынесло. Тело не вынесло таких вот отжогов, да. Он же и наркотики принимал, он и бухал там, и по-страшному. То есть жил абсолютно не в равновесии, да. Очень рано умер просто. Хотите рано умереть? Живите в этом, ребята. Как бы, да? Живите в этом колебании. Но вы будете страдать, очень сильно страдать. Понимаете? Очень сильное будет у вас страдание, то есть цена за яркую жизнь, очень сильное страдание потом. И рано или поздно вы понимаете, что я не хочу так сильно страдать. Я хочу прийти к более умеренной жизни, к более мудрой жизни. И постепенно у вас пробудится вот эта вот покой, ценность покоя, ценность гармонии внутренней, да, и ценность золотой середины. И в те моменты, каждый раз, в те моменты, когда вас будет очередной раз что-то соблазнять, пойти опять вот в это яркое, да, опять что-то там, не знаю, вот куда-то раскачать маятник жизни в какой-то, вы уже будете говорить, спасибо, не надо, спасибо, я уже знаю, что это, я уже знаю, какая будет цена за это, поэтому спасибо, но не надо. Вот. Это первый важный момент, то есть умеренность, да, вы приходите постепенно к умеренности, к золотой середине, к спокойной, более гармоничной жизни, сбалансированной жизни. Это первый момент. Второй момент, когда происходит что-то типа боли, типа какого-то дискомфорта в вашей жизни, вы просто в какой-то, с какого-то момента начинаете понимать, что ну такова природа жизни. Быть против этого смысла нет. Нет смысла против быть этого, бегать от этого, потому что это часть жизни. Понимаете? И здесь это как бы другая часть, отсутствие страдания. Вы позволяете жизни быть такой, какая она есть, а не такой, какой вы её придумываете. Понимаете? То есть вы в какой-то момент понимаете, ну, это тело иногда болеет, это тело иногда проходит дискомфорты, и нет возможности пребывать только в приятных, только в комфортных состояниях. Нет такой возможности. Конечно, вы что-то будете делать для того, чтобы создать себе некие условия, в которых вы более-менее комфортно себя чувствуете. Но избавиться от этого дискомфорта и от боли ни у кого не получилось и никогда не получится. Просто так эти тела устроены. Понимаете? Они переживают полный диапазон ощущений, в том числе они переживают и боль, и дискомфорты. И вот это вот, с одной стороны, понимание, что нет смысла раскачивать лодку жизни, да, сильный позитив, потому что будет сильный негатив. И вы это уже прошли через свой опыт много раз и поняли. С другой стороны, приятие жизни такой, какая она есть, да, то есть изменение своего отношения к тому, что происходит, позволение дискомфортом и болезненностям, которые уже случились в вашей жизни быть, отсутствие борьбы с этим, то есть ментального противостояния с тем, что происходит, это постепенно исцеляет вас. Это исцеляет вашу жизнь. То есть изменение отношения к вашей жизни и изменение стратегии вашего поведения. То есть вы перестаёте дёргаться, перестаёте достигать какие-то идеальные суперсостояния, перестаёте бегать за какими-то миражами, иллюзиями и за суперяркими переживаниями. Начинаете спокойно жить, спокойно жить, спокойно проживать жизнь. И вот постепенно в этом начинает зарождаться то, что называется блаженство бытия. Вот в этой атмосфере умеренности, достатка, гармонии какой-то, равномерности протекания жизни и приятия жизни в её полноте, в полном диапазоне её проявления здесь, сейчас, в этой атмосфере постепенно рождается то, что называется счастье, подлинное счастье, то, что называется блаженство бытия. Понимаете? И это то, что у многих людей, то, что они называют потерянный рай, то есть то, что они потеряли, и то, что они ошибочно ищут вот в этих интенсивных, только позитивных состояниях. То есть очень часто люди считают, что рай — это бесконечные, приятные, лёгкие, интенсивные, позитивные состояния. Понимаете? Это не так, это неправда. Правда заключается в том, что рай — это золотая середина. Рай — это золотая середина. Для души рай — это золотая середина. Это гармоничная, сбалансированная жизнь, которая идёт откликом от реальности, от фактов, где ты не против того, что происходит, и ты где-то перестал раскачивать состоянием ума жизнь вот в эти крайности. Бегать за иллюзиями какого-то придуманного и нереального счастья в этой жизни. Ну, в этой вот золотой середине нет больше депрессии. В ней депрессия невозможна. Понимаешь? То есть там депрессии не могут появляться больше. Депрессия — это, помни, что когда ты раскачиваешь сильный позитив, благодаря чему угодно, это может быть какое-то достигаторство, это может быть наркотики, алкоголь. Ну, ты хочешь очень яркое что-то в своей жизни, ты его можешь получить. Но помни, что идёт всегда обратный маятник, да, в другую сторону. И цена будет, скорее всего, какая-то депрессия, какое-то сильное разочарование потом. И рано или поздно ты это поймёшь. Рано или поздно ты верить мне не надо, ты это увидишь в жизни, что действительно жизнь — это, ну, примерно так, вот как я говорю. И когда ты это уже через свой опыт в достаточной степени проживёшь и поймёшь, что я говорю о неких фактах, тогда ты постепенно придёшь уже сам к тому, что, да, действительно. Дёргаться, раскачивать, суетиться, бегать куда-то смысла нет. Мы пришли сюда не для этого. Ну, вот так. То есть, выход за пределы страдания в этом с одной стороны перестать создавать себе эти страдания, раскачивая лодку жизни в один позитив, а с другой стороны принять, что жизнь состоит и из плюса, и из минуса. И не удивляться, когда идут какие-то состояния не очень приятные, дискомфортные, болезненные. Не удивляться этому. Не надо этому удивляться. Не надо от этого бегать, потому что, ну, так устроено тело, так устроена жизнь. Как меньше хотеть в этом обществе потребителей. Тебе надо понять просто, что вот это... То есть, ты сейчас можешь верить ещё в идею, что это сверхпотребление, да, что всё-таки возможно некое счастье через то, что ты к чему-то придёшь, вот к каким-то... Ты же почему хочешь сверхпотреблять? Потому что ты, опять же, за этим всем есть идея, что ты придёшь к какой-то идеальной жизни, приятной, где не будет разочарований, болезней, где не будет минуса, где не будет дискомфорта и боли. Понимаешь, за этим всегда стоит только одно. То есть, ты себя хочешь радовать, 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 радовать. То есть, сверхпотребление это что? Это попытка всё время себя радовать, радовать, радовать возможностью что-то и ещё купить, и ещё купить. Но тебе столько не надо. Понимаешь, правда заключается в том, что потребление имеет место быть, но сверхпотребление оно не нужно. Это компенсационный процесс. Это попытка как раз всё время себя радовать, всё время находиться в позитиве. Понимаешь? А вообще по природе то, что тебе фактически надо покупать, это не очень много как бы. То есть есть реально полезные, реально востребованные вещи в твоей жизни. А есть бесполезные вещи, которые ты ходишь, вот сколько этого шопинга, пойти лишь бы что-то купить себе, лишь бы себя ещё как-то порадовать. Понимаешь? Вот это бесполезно. То есть ты тратишь деньги на то, что тебе не нужно на самом деле. Да, это как наркомания. А наркомания это что? Это опять желание быть только в позитивных состояниях. И опять непонимание вот этой природы жизни, инь-янь. То есть я хочу быть только в позитивных состояниях. Наркоманы все плохо заканчивают. Это для кого-то новость, это для кого-то новая информация, что наркоманы все в конечном итоге заканчивают плохо. Они умирают, они болеют и умирают. Они истощают свой организм, тело, и они плохо заканчивают. это заканчивается этот позитив они очень ярко живут какой-то период жизни и потом очень очень много боли и страдания несчастья и возможно даже смерть понимаешь то есть очень ярко горишь какой-то период но потом за это очень жестокая расплата я предлагаю понять это исходно и прожить совершенно иначе эту жизнь да зачем тебе принимать наркотики зачем тебе шапоголиком быть зачем тебе пытаться раскачивать все время в этот позитив если ты знаешь что за это будет все равно своя цена если ты уже заранее знаешь что нибудь не будет только один позитив за любой позитив есть опять же свой негатив и тогда твоя философия жизни меняется то есть ты живешь совершенно иначе то есть если случается положительное состояние ну и замечательно если случаются негативные состояния проблемы тоже нет проживаем ты живешь из достатка из-за из разумности да же если ты и покупаешь себе что-то то ты покупаешь реально ту вещь которая тебе искренне нужна в которой ты искренне нуждаешься если ты идешь в магазин что-то купить то ты не спешишь купить ты 7 раз отмеряешь и один раз отрезаешь да если ты и уже входишь какие-то отношения с каким-то человеком то ты не спешишь зафиксироваться в этих отношениях да ты как бы находишься в этих отношениях чувствуешь как они идут да то есть совершенно другой подход спешить некуда как бы да ты не рассчитываешь на то что это будет именно как-то очень позитивно живешь от реальности того что происходит понимаешь живешь спокойно в мире с настоящим моментом исходя из реальности того что происходит они своих бесконечных идеальных представлений беготни за этим под мега супер позитивом поняли ну пожалуй вот весь материал и раскрыл сегодня которые вам хотела раскрыть что выход за пределы страдания находится в умеренности в исцелении в золотой середине и в понимании что жизнь устроена дуалистично то что есть и плюсы и минусы и не там не там нет никакой проблемы но в плюс не надо стремиться потому что чем сильнее вы стремитесь плюс тем больше минус вы получите поэтому плюс как бы это хорошо это неплохо когда есть плюс но знаете вот очень часто я привожу этот пример с собакой павлова да что вы помните да что собаки павлова павлов под подключил в центр удовольствия проводок и научил ее нажимать на кнопку и она так часто нажимал на эту кнопку стимулируя удовольствие что померла очень быстро да помните об этом что многие люди пытаются все время нажимать на кнопку удовольствие и они от этого могут умереть смысл не в том что надо отказаться от удовольствий нет смысл в том что нужно нужно умеренность в этом понимаете нужна умеренность есть место для удовольствий есть место и для боли и там и там проблемы нет просто не надо стремиться только в одни удовольствия только в один позитив это заканчивается тем что собака павлова умирает или страдает очень сильно она сначала болеет сильно страдает потом умирает поэтому живите в золотой середине и принимайте жизнь в ее полноте ну нужны иногда такие эксперименты чтобы понять как устроена жизнь и вы проводите очень часто такие же эксперименты над собой в своей жизни чтобы в конечном итоге понять просто как устроена жизнь что на эту кнопку удовольствие не нужно все время нажимать никогда и не нужно было эти удовольствия не сами случаются в своей жизни все само происходит в этом смысле бегать за ними по сумасшедшему не надо посвящать смысл своей жизни видеть только в том чтобы достигать все большего и большего позитива стремиться все ко всему только хорошему избегать всего плохое в этом смысла нет суша жизнь состоит из хорошего из плохого это полнота жизни полнота проживания жизни когда вы это глубоко поймете то что называется страданием будет постепенно уходить из вашей жизни просто вы по-другому будете оценивать жизнь система ценностей поменяется переоцените то что с вами происходит и и перестанете бороться с тем что фактически происходит это и есть выход за пределы страданий нужно расслабиться нет не нужно расслабиться потому что у напряжения и расслабления ты опять понимаешь да что это две стороны одной медали иногда нужно напрягаться иногда нужно расслабляться просто не надо все время напрягаться чтобы потом очень долго расслабляться знаешь мужик как ты расслабляешься да я сильно не напрягаюсь помните да не надо сильно напрягаться а если у тебя нет мега супер целей в жизни если ты живешь равномерно творчески от момента то ты не будешь напрягаться а зачем если ты понимаешь бессмысленность просто всего этого то просто зачем тебе напрягаться зачем надрываться если так то и здоровье можешь по своему надорвать потом будешь платить за это здоровье ты не купишь потом поэтому живи в золотой середине и и и то есть мудрость которая приходит с опытом часто но не обязательно набивать очень много шишек можно понять то что было сказано на например достаточной степени попробовать смотреть так на на жизнь на этом все спасибо что были приходите еще остались какие-то вопросы пишите в контакте макс хиггер и в скайпе теперь более ясно понимаю к чему стремится ну и к чему же мнение опять ничего не понимаешь особо то и стремится не к чему ладно все давайте пока пока